Продолжение следует... 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 А спецмашины, котельные рядом и все прочее. Насчет бани, возле бани, у вас сделана стоянка. Стоянка есть возле бани? Нету. Она дальше. Возле жилого дома стоянка эта. Не возле бани, а возле жилого дома. Существует норма проектирования. Это мы понимаем. На определенном расстоянии от съезда делается автостоянка. Вы понимаете, сложившаяся застройка, уже сложившаяся ситуация. Дома построены в 47-м году, некоторые, как мне стало известно. И мы делаем стройку в 2015-м, все это увязать. Стараемся и будем делать, увязываем. А стоянка вам возле бани, она чуть-чуть дальше предусмотрена, ввиду сложившейся ситуации застройки. А можно было на месте газона организовать? Не обязательно возле крылечка. Если деревья посадить, и веточки вырастут со временем, то мы по этой улице и просмотиться пюшком не сможем. Не то что проехать. Давайте не будем гадать, было что будет. Есть проект. Понимаете? Проект. Не на эмоции. Я вам объясняю. Идея. Я вам объясняю. Проект на смерти. Разрабатывается. Потом проходит государственную экспертизу. Не на эмоции. Инвелец задал вопрос. Эмоции не на. Захотел я там для дерева сделал. Захотел я для газона сделал. Она учитывается все это? Можно вопрос? Пожалуйста, давайте послушайте. А скажите, проект для какого у нас, в какой местности вообще проект готовится? Для сельской, для городской, для поселков? Так вот у нас не село же. Вот все мы налоги платим для поселок. Правильно? Опа, отличный вопрос. Это центральная улица получается. Центральная улица, объезд в наш поселок. Поселок, не село. Почему у нас дорога для села? Так, у нас село и поселок. Для села и поселка существуют нормы СНИПа. И по СНИПам дорога, которая запрещена в грузовое движение, имеет ширину проезжей части 6 метров. Все. Нормы СНИПа никто не отменял. А в Ауле-Коле действительно село. Почему у них другие нормы? И дорога не такая. Давайте мы видим на СНИПа. Понял. Ну, конкретно о нашей дороге. Еще вот вопрос. Вот пока в Китае, где наши магазины. Вот высота тротуара. И вот просто мне интересно, где вот такая высота тротуара? Районка и Богорь еще где-то. Где вы такую высоту тротуара видели? Наши магазины, как вы говорите, засыпят, сделают стоки. А зимой мы, мало того, что меня затопило, у меня сейчас вообще, у меня промышленный магазин, он у меня как овощехранилища сейчас. Любой человек заходит вот так вот. Вы затопили мой магазин. Вот ближайший, вот этот, как нам сказали, в проекте этого вообще не было. Хотя это еще, и меня на свете еще не было, вот эти дома. Теперь начнется снег. Меня затопили водой, теперь начнется снег. Куда мне кидать снег? На дорогу? Вы все сказали. Я еще не все сказала. Вот вы даже, вот мужчина зашел ко мне в магазин, вы даже не сочли нужным зайти в мой магазин. И у нас все магазины вот так вот провонялись. Это невозможно. Я плачу налоги, ну все как полагается. И вот этот тротуар, любая бабушка, вот идут, и это вообще невозможно. Ни ногу задрать, ни встать на этот тротуар. Вы Кушмурун уже то опускаете и ниже, то вообще его не знают. Вы топите Кушмурун. Ну я не знаю, какие проектировщики. Дело в том, не то, что коммерсанты, пожилые люди. Идут с велосипедами, вот этот велосипед, одна упала через этот велосипед, другая, но это не дело. Вы вот такую дорогу сделали, и вот такие тротуары, извиняюсь мне, повыше груди. Такое не может быть вообще. Это вот нормальный человек. Чего не может? Вы говорите сами, посмотрите, что у нас там стоит. По существу. Ага, выше роста. Как же будет спокойно, если отмениться? В том, что магазин находится в жилом доме двухэтажном. Он не жилой. Когда он был жилой? Сделано, как говорится, под верхним этажом, вырублено дверь, так? Вообще, по-моему, в магазине должен быть соколь. А потом уже крыльцо и вход в модель. По нормам мы все прошли правильно. Если чем открыть в магазин, мы все пойдем, нас тут иначе не откроют. Мы все пошли по нормам, как положено. Через земельного и архитекта, как положено. И нас заставляли еще делать бантусы. И бантусы даривалиных, и все. Мы не откроем магазин, извиняюсь, что перебивают. Пока мы без норм, как вы говорите, и без разрешения, мы ничего не откроем. Нам шага не дадут, пока мы не сделаем, как полагает. А вы сделали, не как полагается. Вы даже вот прежде, чем делать свой проект, вы хотя бы приехали и глянули на наш кушмурон. Где они? Дома? Не говоря о магазинах, просто дома. И где ваши тротуары? Такого, ну, нигде нет. И вы еще не знаете, когда будет зима, что будет. И это еще не концовка. Как вы говорите, стройка идет. Она у вас уже закончилась. И когда у вас вот это два сантиметра полотно идет, ездят машины, и шесть метров цветники. Зимой ваши пасынки от цветников все разобьются, и останется часть земли, которая посыпана цветочкой садей. И вот такая часть асфальта. Вы посмотрите, что будет после зимы. Просто-напросто. Мы же знаем, что оно будет. А еще горе людей. Люди еще кто-то попадет под вот это, гололед, машины, движение будет. Вы просто будете знать, что оно будет твориться. Подарите, давайте помним. Вы встаньте, пожалуйста, по-моему, по-моему, по-моему. Где грузовое движение будет? Это одно. Выход с пальцом. А у нас жилые дома, частный сектор. Уголь завезти, газы завезут. Я ваш отвар весь разворачиваю. Весь. У нас в каждом городе частного дома. У вас, у вас, а у нас. Мы думаем, и про нас, и про тебя. У нас есть. Вы про нас думаете? Зачем вы другому не говорите? Вы меня извините, здесь люди взрослые. Это самое настоящее. Я сказал бы, но неудобно. По телевизору такие слова говорят. Ну что сделают? Ну что сделают? Не разойдутся. Я с вами не разоедусь друг на друга встречу. Мне 65-х раздам. А у вас, что я там? Мы не разойдем, мы раздам. 60-60 лет у вас. Это одна шириной жизни. А у вас. Открыть. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok